Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня хочу с вами поболтать об итогах года, несмотря на то, что я снимала теговое видео об итогах рукодельного года. Но мне показалось, что несмотря на то, что я ответила на все вопросы, так мы не разобрали с вами никакие основные моменты. И мне этого тега очень не хватило. И в инстаграм некоторые из вас отзывались, что им этого тега не хватило тоже. Поэтому сегодня мне хотелось бы более подробно разобрать с вами ушедший рукодельный год и вспомнить, какие работы мы с вами вязали, какие-то победы, разобрать ошибки, неудачи. Ну и также поговорить о планах на будущее и касательно проектов, и касательно канала. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Ну и начнем с вязанных проектов. В основном в этом году у меня так получилось, что я вязала джемперы. Впрочем, это неудивительно, потому что именно плечевые изделия я люблю вязать больше всего, потому что я люблю обновки в своем гардеробе. А джемперы, они такой значительной единицей гардероба являются, в отличие, например, от каких-то аксессуаров. Они не так заметны, на мой взгляд. В большинстве своем джемперами, которые я связала, я довольна, они мне нравятся, но рассматривая каждый из них, можно легко заметить, что они отличаются, если рассматривать ожидания и реальность. То есть то, что я задумывала и то, что в итоге получилось. И я заметила, что меня это больше не удовлетворяет. То есть если раньше меня вполне радовала вещь, если она в итоге получилась хороша, даже если она немножко отличается от моей задумки, сейчас меня это уже не устраивает. И мне все-таки хочется, чтобы вещь максимально приближалась к той задумке. И такое есть буквально в каждой детали. Например, розовый джемпер из пряжи Мерисета отличный, он как итоговый вариант мне нравится, но ожидала я от него все-таки немножечко другого. То есть, например, он у меня получился короче, чем я планировала, я все пытаюсь его удлинить, и так руки не доходят. И в принципе удлинение это не самое сложное, что можно сделать. Это я все-таки однажды сделаю. Ну, например, что касается белого свитера джемпера, у него непонятная горловина, так что не знаю даже, как его назвать, свитер или джемпер. Его я планировала связать объемным, оверсайз, но так у меня это и не вышло. Вообще у меня за прошедший год так и не вышла ни одна объемная вещь, хотя я несколько раз ее планировала. Постоянно у меня изделие выходило уже. Потом, что касается джемпера с птичками. Эти птички, конечно, были отчасти успехом прошлого года. Мне было очень приятно, что некоторые из вас подхватили эту идею и тоже вязали такие птички. И вы отмечали меня в инстаграм. Меня это безумно радовало. Но вспоминаю все-таки, что изначально я планировала вязать. И это должен был быть темный, лаконичный, базовый джемпер с рукавом 3 четверти и достаточно укороченным. Получился он таким, получился он совершенно другим. И в принципе, что именно меня не устраивает, ведь вещи-то в итоге получаются хорошие. А то, что поскольку я практически не покупаю вязаные вещи, да не практически, а я их не покупаю. И каждый раз я веду себе списочек, то, что я хочу получить в свой гардероб. А получаю по факту совершенно другие вещи. То есть в плане вязания вроде бы передраться не к чему, но в плане гардероба мне как не хватало этих вещей, так их и не хватает. Потому что каждый раз во время вязания у меня получается что-то другое. Я размышляла над тем, как опять же исправить этот момент. И я думаю, что мне надо лучше планировать. Потому что у меня получается каждый раз такое немножечко интуитивное вязание. Поскольку я придумывала нюансы прямо в процессе вязания, не очень хорошо планировала. Образцы вязала маленькие, ну лишь бы так примерно иметь представление о том, какой будет расход. Вот. Также если у меня оставалась лишняя пряжа, мне было как-то жалко, чтобы она пропадала. И я довязывала длину. Вот как раз так получилось в темно-сильнем джемпере. У меня еще остались моточки. Я подумала, ну что ж, не пропадает же им. И рукав удлинило, и само тело удлинило. И это все-таки не самые лучшие мотивы для создания изделия, чтобы пряжа не пропадала. Согласитесь? Вот. Поэтому, анализируя в этом аспекте год, я планирую более тщательно подготавливаться к проекту, чтобы все-таки те вещи, которые я хочу связать, они у меня в конце концов получались. Но если я уж хочу поэкспериментировать, давать волю, но давать себе отчет, что вот этот, например, проект, я хочу, чтобы он получился именно таким, каким я его задумала. Потому что, мне кажется, это все-таки одна из составляющих мастерства, когда помимо экспериментов можно достичь именно той картинки, которая у вас была изначально в голове. Еще хочу с вами поговорить о планах на вязаные вещи. Мне очень хотелось бы составить такой базовый вязаный гардероб, те вещи, которых мне сильно не хватает. Я постоянно хочу их связать, но вот опять же из-за планирования, из-за того, что у меня всегда получается чуть-чуть не то, чуть влево, чуть вправо, у меня до сих пор этих вещей нет. Я для себя формирую такой список вещей, которые я хочу обязательно связать. Я их называю такой базой, мастхевом, потому что это те вещи, которые могут служить очень-очень долго в гардеробе, они универсальны, и как раз на их вязание можно раскошелиться и пряжу приобрести более качественно, например, потому что она будет служить вам этой вещью очень долго за счет своей модели, за счет своего фасона. Или же, наоборот, просто больше усилий приложить, например, более мелкие спицы использовать или освоить новые техники, потому что эти вещи, они того стоят. И в ближайшее время, я думаю, сниму как раз такой ролик, мастхев базовых вещей или базовые вязаные вещи, ну что-то типа того. Если вам интересно, обязательно пишите об этом в комментарии. Дальше поговорим с вами о пряже. Здесь опять же есть о чем поговорить. В этом году я попробовала много новой пряжи, в том числе сегмента чуть-чуть подороже. Я познакомилась с пряжей Сиан, Биби-Би, многое из них мне понравилось. И я снимала, кстати, два ролика про эту пряжу, пряжу за год. Один ролик называется «Лучшая пряжа за год», а другой ролик называется «Спорная пряжа за год», где я рассказывала о той пряже, о которой у меня сложилось неоднозначное впечатление, а какой-то более отрицательное, а другой более положительное. Но вот такое, неоднозначное. И, возможно, вы заметили, что ни в один из ролик не вошла пряжа 100% мельнос. Именно в этом году, ну уже в прошлом, я попробовала работать с мельносом, 100% мельносом. Это было впервые. И начала я знакомство с пряжей Биби-Би, разной толщины. И не вошла эта пряжа ни в один из роликов, потому что я до сих пор так и не поняла, как я к ней отношусь. Дело в том, что когда я стала только постигать все многообразие мира пряжи, я очень часто слышала восторженные отзывы по поводу мериноса, что меринос – это просто чудо пряжи, это что-то невероятное. И мои ощущения, они какие-то спорные. С одной стороны, когда получаешь шмоточки, действительно потрясающие они, приятные. Но каждый раз, когда я вязала, у меня два изделия с этой пряжи. Одна – водолазка из более тонкой пряжи и вот белый свитер из более толстой пряжи. Вот эта медузность во время стирки, то есть когда вы замачиваете изделие, оно превращается у вас просто в какое-то огромное, неимоверное. Вот эта непредсказуемость готового результата по размеру меня немножко смущает. И вот что касается мериноса, я ожидала, что я буду в полнейшем восторге, но я немножко в такой ступоре и замешательстве. Посоветуйте мне, пожалуйста, какую-нибудь еще мериносовую шерсть, именно желательно 100% или практически 100%. Мне хотелось бы побольше попробовать, чтобы у меня сложилось какое-то более полное представление об этой пряже. Возможно, я свяжу какие-нибудь шапочки или шарф, что-то небольшое, чтобы попытаться все-таки распробовать эту пряжу. В общем, так я и не поняла. С одной стороны, мне очень нравится полотно мериносовое и нравится процесс вязания, хотя, опять же, во время вязания оно очень пружинит и невозможно на 100% предугадать, какой размер спиц лучше использовать. В общем, какие у вас впечатления о мериносовой шерсти? Вы являетесь фанатом этой шерсти или все-таки тоже с некоторой осторожностью относитесь? Этот год, опять же, был очень богат на знания, я многому научилась и мне очень нравится, что я продолжаю узнавать все новые-новые элементы. В этом году я научилась вязать носки от мыска, научилась вязать перчатки, варежки, делать такую вот горловину без резинки полностью лицевой. Причем, недавно я даже новый вид увидела, как это делать более эффективно, чем я это сделала. Чему же я еще научилась? В общем, всего не припомнишь, но я рада, что все-таки у меня вот этот процесс обучения, он где достаточно эффективно. И говоря о целях на следующий год, что мне хотелось бы освоить? Это, во-первых, мне хотелось бы очень ловко освоить вточной рукав. Все-таки я его постоянно избегаю, но тут мне хочется освоить и принцип, и связать несколько вариантов, наконец, в этом хорошенько разобраться, чтобы больше не бояться этого зверя и ловко уметь с ним совладать. Хочется еще с вами поговорить про магазины пряжи. Я постоянно пробую для себя новые магазины пряжи, и все, мне хочется найти какой-то идеальный вариант. Практически каждый мой новый заказ я делаю в каком-то новом магазине. И что я могу сказать? Какие у меня впечатления на данный момент? Мне хотелось бы найти какой-то толковый магазин пряжи, с которым бы я могла постоянно работать, с которого я могла бы уверенно заказывать, но пока такого нет. Один, который мне максимально понравился по всем своим свойствам, там, как выясняется, стоимость пряжи заметно выше, чем в других магазинах. Там, где пряжа подешевле, тоже бывает по-разному. Иногда я встречалась с ужасным сервисом, иногда совершенно неудобный сайт, где все приходится выяснять через директ и личное общение с сервисом, а невозможно просто кликнуть все в корзину. Также бывает беда с ассортиментом. Либо цветов каких-то постоянно не хватает, и вот вы уже хотите заказать с этого сайта, вы видите, что замечательная цена, но вам приходится свои проекты подстраивать под те цвета, которые есть в наличии на сайте. Либо же, например, очень маленький ассортимент в предлагаемой пряже. Если вы хотите попробовать сегмент и бюджетный, и, например, что-то подороже, пару моточков, то там, например, на сайте представлен либо только эконом-сегмент, либо только люкс-сегмент. И, согласитесь, если вы хотите просто пару моточков на пробу взять чего-то люксового и заказывать отдельно доставку, которая вам будет стоить от 400 до 600 рублей, чтобы попробовать несколько моточков, ну, тоже нецелесообразно. В общем, расскажите, есть ли у вас любимые магазины пряжи, чувствуете ли вы тоже такую сложность с магазинами пряжи? Мне даже, знаете, мне хотелось сделать обзор на те магазины пряжи, которыми я уже пользовалась, потому что, безусловно, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Может быть, это бы вам помогло в выборе магазина, который, возможно, бы устроил вас. Но в то же время я чувствую, что это такая скользкая дорожка, потому что, с одной стороны, я как блогер всегда на стороне зрителя, потому что, ну, без зрителя блогеры себя, собственно, ничего не представляют. С другой стороны, я понимаю, что в нашей стране магазины пряжи – это не какие-то безумные корпорации, это обычно какой-то семейный бизнес, и люди и так очень стараются, и мне не хотелось бы, чтобы я как-то вредила и разрушала бы людям. В их деле я уверена, что это непростое дело. Поэтому я так и не лишаюсь снять такой обзор, но если я найду магазин, который меня будет полностью устраивать и по ассортименту, и по стоимости, и по отношению к клиентам, по сервису, то я обязательно буду вам рассказывать о таких магазинах. И даже думаю, если я найду хороший, не остановлю свои поиски и буду подбирать для вас классные магазины. Если вы такие классные магазины знаете или являетесь представителем такого классного магазина, пишите в комментариях, будем разбираться, и я надеюсь, что мы будем все вместе как-то повышать уровень сервиса в этой сфере. И напоследок несколько слов хочется сказать о самом канале, о блогерстве, о том, как у меня идут дела, какие у меня впечатления. Аудитория растет, чему я очень-очень рада. Именно в прошедшем году у меня случилось 10 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое, спасибо, что вы меня смотрите, мне безумно приятно. Именно в этом году я приложила такие особенные усилия, постоянно экспериментирую с фоном, со светом, изучаю и программы для монтажа, и какие-то особенности съемок. И, честно сказать, я не ожидала, что это будет настолько сложная вещь, потому что сколько бы блогеры до этого мне не говорили, что это все не так просто, мне казалось, что они все-таки лукавят. На данный момент, когда я смотрю блогеров с прекрасной картинкой, я просто понимаю, насколько это большой труд и профессионализм сделать действительно хороший кадр. Поэтому в плане кадра я буду учиться, и надеюсь, я буду радовать вас своей картинкой. Также именно в прошедшем году я впервые начала снимать бьюти-видео, и буквально несколько. Это у меня совершенно новый плейлист. Я не собираюсь полностью переходить в эту сферу, но мне бы очень хотелось, чтобы у меня канал немножко, так знаете, какой-то журнал женский напоминал, и здесь были бы рубрики преимущественно о вязании, но некоторые бы, конечно, отсылались и к стилю, и к красоте, и, возможно, к истории, и просто к общению. Поэтому я благодарна вам, что вы благосклонно принимаете эту рубрику о красоте. В ближайшем времени мне хотелось бы еще показать вам разбор лаков для ногтей и разбор всех своих помад и блесков. Если вам интересны эти темы или есть идеи каких-то других видео, которые вас интересуют, послушайте именно меня. Если вам интересно послушать именно меня в сфере бьюти, в сфере ухода за собой, косметики, я не профессионал, я не бьюти-блогер, такая обычная девушка. Если вас что-то такое конкретно интересует, обязательно пишите внизу, и я буду вас радовать такими роликами. В прошедшем году у меня вообще случилось многое в первый раз, что касается развития канала, моего блога. Это и первая коллаборация с Анной Пол. мы снимали вместе видео, и какие-то первые общения с рекламодателями, что очень интересно, хотя практически никакие из них, или только, по-моему, одно-два выходили в итоге в эфир, но само вот это взаимодействие, это бизнес-общение, оно для меня новое, и оказалось очень интересно, в котором очень много подводных камней. Что касается Инстаграма, здесь я вообще не ожидала, что вести Инстаграм – это такая непростая работа, особенно официальный Инстаграм, особенно если вы не ведете образ жизни какой-то там невероятной звезды, и у вас каждый день какое-то событие, которое можно запечатлеть. Если у вас Инстаграм о вязании, о рукоделии, то это, несомненно, большая работа – вести его качественно, вести его регулярно, и мой Инстаграм растет достаточно медленно, и я как раз планирую в следующем году побольше усилий в него приложить. Вообще, мне интересно, сколько из вас ведут свои каналы или развивают свои Инстаграмы на тему вязания рукоделия. Я знаю, что такие есть среди моих подписчиков, у кого есть свои каналы, и если еще нет этих каналов, то, по крайней мере, вы задумываетесь над этим, мне будет очень интересно, насколько вообще стоит развивать эту тему, и среди моих зрителей есть ли такая потребность о, скажем так, закулисье рукодельного ютуба узнавать, или такой потребности особенно нет. Ну что, в этом видео, я надеюсь, нам удалось более подробно разобрать ушедший рукодельный год, хотя, опять же, меня не покидает чувство, что все мы не обсудили, но все, наверное, обсудить невозможно, и так или иначе, какие-то темы будут у нас всплывать в очередных болталках. Ну, я думаю, на сегодня достаточно, и будем уже концентрироваться не на ушедшем времени, а на том, что нас ждет впереди, и я уверена, что впереди нас ждет много интересного. Большое вам спасибо за просмотр, и я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok